здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала и сегодня я хотела бы поговорить о рубашках рубашек много не бывает и все они разные например рубашка может быть фантазийная вот такая вот рубашка в стиле dior которую я отшивала на самом первом своем марафоне классическая рубашка с кокеткой рубашка с мягким воротничком рубашка в романтическом стиле с декоративными элементами платье рубашка ну и наконец рубашка которая на мне рубашка винтажном стиле с декоративными обстрочками и так как вы видите в моем гардеробе достаточно много рубашек но я решила сшить еще парочку и поэтому приглашаю вас на бесплатный швейный марафон где мы будем вместе с вами шить новые красивые рубашки для своего пошива я буду использовать вот такой вот принтованный хлопок это тонкий рубашечный хлопок сто процентов он имеет вот такой вот интересный принт и вторая модель рубашки будет просто белая это белый тенцель он вот такой вот подвижный легко драпирующийся такой вот легкий слегка просвечивает буквально немножечко и эти две ткани я буду использовать для пошива своих рубашек и как вы уже поняли рубашки можно шить из разных материалов это может быть органза это может быть вискоза это может быть шелк это может быть хлопок это может быть лен и все что угодно но из каждого вида ткани одна модель рубашки может выглядеть совершенно по-разному поэтому покупайте свои ткани и ищите свой вариант рубашки и теперь давайте рассмотрим модели рубашки поближе и так рубашка что же это такое это изделие с застежкой спереди с воротником воротник может быть как на стойке так и с цельнокроенной стойкой далее вточной рукав на манжете и так мы с вами построим выкройку как бы основу рубашки из которой вы сможете смоделировать либо какую-то свою модель либо то что предложу вам я модель рубашки может быть как с вытачками талиевыми и нагрудными так в зависимости от размера и без вытачек плечо у рубашки может быть обыкновенная а может быть спущенная как во втором варианте который я буду вам предлагать то есть можно здесь делать спущенное плечо сам рукавчик может быть узкий манжет может соединяться через разрез разрез может быть спереди сбоку сзади как угодно манжет может быть длинный короткий тоже все по вашему желанию рукав может быть на складочках на сборочках все это мы с вами будем моделировать далее застежка может быть просто наружная а может быть супатная застежка далее вот в этом варианте со спущенным плечом здесь по центру переда я планирую сделать такие складочки застроченные не на всю длину то есть создать такой вот интересный дизайн такого плана лучше делать из однотонной ткани потому что иначе застроченные линии будут не видны сзади модель рубашки тоже может быть совершенно разная вот эту первую рубашку я планирую сделать с подрезом и сзади сделать вот такую вот имитацию запаха тоже из деталей ткани с высоким плечом и маленьким комфортным воротничком на стойке вторая же модель рубашки она в принципе по силуэту такая же но длина цельная и просто будет сделан вот такой вот разрез который будет обработан обтачкой в данной модели по спине идет защип для свободы движения для повторения дизайна потому что здесь тоже будут либо складки либо сборки зависимости от мягкости ткани если ткань форменная типа хлопка то можно заложить складочки если ткань мягкая то лучше сделать рукав на сборку и так что касается модели рубашки то вы в принципе сможете поэкспериментировать сделать свою модель рубашки по предложенной мной основе и я покажу вам несколько фотографий собственно говоря которые вдохновили меня на пошив этих замечательных рубашек теперь что касается тканей ткань может быть как однотонная так и принтованная если вы будете использовать хлопковые ткани то они конечно более такие держащие форму из них можно сделать какие-то вот такие вот форменные разрезы подрезы заложить красивые складки то есть все что держит форму если вы будете использовать более мягкие ткани вот такой вот тенцел или шелк или батист то конечно из них можно делать такие драпировки на сборку будут красиво потому что заложенные складки в принципе надо смотреть каждая ткань ведет себя по-своему в определенной модели по разновидностям ткани вы можете использовать батисты тогда у вас будет летняя полупрозрачная рубашка можно как я уже сказала использовать хлопок можно использовать шелк вискозный шелк например есть в канва ткани можно использовать паплин сатин в принципе можно попробовать даже сшить рубашку изо льна поэтому выбор ткани на ваш вкус а теперь давайте определим сколько же нам нужно ткани и для этого нам нужно снять мерочку объем груди и объем бедер и отталкиваться от большей мерки к большей мерке мы должны прибавить свободу облегания и заложить припуски необходимые для обработки поэтому минимум нужно прибавить 20 сантиметров то есть вы прибавляете 20 сантиметров и вы должны влезть в рамки ширины ткани ширина ткани обычно бывает метр сорок метр пятьдесят примерно то есть если ваша наибольшая мерка плюс свобода входит в ширину ткани то вам нужна одна длина рубашки на длина рубашки плюс одна длина рукава и плюс где-то полметра на мелкие детали манжеты воротнички планки возможно карманы кокетки то есть зависимости от того какую модель вы выберете если же ваша максимальная мерка со свободой облегания не входит в одну ширину ткани значит вам нужно две длины рубашки то есть длина рубашки измеряется от плеча до самой нижней ее точки ну плюс минус 5 сантиметров потому что здесь конечно как бы вам еще нужно будет на подгибочку учесть то есть если вы не входите в одну ширину ткани то вы берете две длины рубашки и одну длину рукава в этом случае не добавляем полметра на мелкие детали потому что мелкие детали вы сбоку выкроете от того что у вас останется от полочки спинки и от рукава то есть в принципе если длина рубашки где-то 60-70 сантиметров длина рукава в среднем 50-60 сантиметров то получается где-то метр десять метр тридцать и плюс полметра примерно на мелкие детали то есть метр семьдесят метр восемьдесят нужно будет купить ткани на такую вот рубашку если конечно вы захотите и рука в широкий и складки спереди заложить побольше и может быть рубашку подлиннее то конечно же вам нужно и расчет и рассчитывать ткани тоже соответственно далее для рубашки нам понадобится дублерин дублерин мы используем для воротника и для манжет зависимости от модели от вашей ткани можно использовать воротничковый дублерин чтобы воротничок ваш держал форму если же вы шьете из батиста или из шелка то там конечно же воротничок должен быть более мягкий и поэтому дублерин используется подходящий конкретно для этих тканей также нам понадобится фурнитура это кнопки или пуговицы можно сделать наружную застежку то есть можете поставить декоративные кнопки либо если будете делать супадную застежку то пуговицы должны быть плоские маленькие чтобы они там из-под супадной застежки вам не вылезали но вот вроде бы и все и как обычно марафон будет проводиться на закрытом аккаунте в instagram поэтому вам нужно подписаться на мой instagram и выполнить все условия для участия но для тех у кого нет instagram на youtube записи будут дублироваться правда с небольшой задержкой но посмотреть вы их все равно сможете марафон будет длиться всего лишь две недели старт марафона 2 декабря по окончании марафона мы проведем конкурс ваших работ и победители конкурса получат подарки от спонсоров подробную информацию читайте в описании но я желаю вам творческих успехов до скорых встреч и если это видео было вам полезным ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы а если вы хотите сшить рубашку то чтобы не пропустить ни одно новое видео подписывайтесь на мой канал